Девушки отдыхают И Миколас почувствовал, его пристально рассматривают. А все потому, что накануне гадалка предсказала будущей звезде, что первый мужчина, которого она встретит в казенном доме, станет ее мужем. Во время гастролей Пугачева и Орбакас сблизились, а вернувшись в Москву, продолжили встречаться. Певица, введя нерешительность возлюбленного, взяла инициативу в свои руки, объявив, сегодня идем делать предложение, после чего повела Миколаса знакомиться с родителями. Женщина Овин и мужчина Овин. Самая большая проблема в отношениях этих знаков – борьба за лидерство. Кому-то приходится проявлять гибкость, что упрямым Овнам дается крайне сложно. Кроме того, они очень эмоциональны. Периоды спокойствия у партнеров могут просто не совпадать, что сильно изматывает обоих и портит отношения. Свадьба была скромной. Устраивать пышное торжество не на что. Хватило только на платье и костюм. Через полтора года родилась дочь Кристина. По словам Орбакаса, первые несколько месяцев Пугачева была прекрасной мамой и проводила все время с ребенком. Но вскоре Аллу Борисовну позвали на гастроли. И она поехала. Ну и что же тут криминального? Плотный рабочий график не позволял Пугачевой подолгу находиться в кругу семьи. Кристину воспитывали бабушки, супруги все больше отдалялись друг от друга. Персональное число Аллы Пугачевой – 6, Миколаса Орбакаса – 3. Представители этих цифр часто бывают раздражительными и вспыльчивыми. Из-за взрывных характеров им сложно находить компромисс. Кроме того, тройки – абсолютные собственники – ведут себя эгоистично. А шестерки бывают жесткими в общении с партнером. Проблемы нарастают, как снежный ком, и отношения заканчиваются. Развелись супруги ровно через 4 года после свадьбы. В тот же день, что и поженились. Расстались мирно, но обида была сильной. Какое-то время они даже не общались. Пугачева запрещала бывшему мужу видеться с дочкой. Но Кристина очень тосковала по отцу. Видя это, певица пошла на уступку и дала добро на регулярные воскресные встречи. Брак Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса продлился 4 года. У пары есть общая дочь Кристина Орбакайте. Споров о разделе совместно нажитого имущества у бывших супругов не возникло. Миколас Орбакас женился только спустя 10 лет на воздушной гимнастке Марине. У них родился сын Фабиан. Алла Пугачева выходила замуж еще 4 раза за режиссера Александра Стефановича, музыкального продюсера Евгения Болдина. Потом был брак с Филиппом Киркоровым, который младше Примадонны на 18 лет. Они казались вполне счастливой парой, пока Пугачева не встретила юмориста. В 2013-м суррогатная мать родила для пары двойняшек Лизу и Гарри.